По словам художницы, ее вдохновляют на создание сказочных миров, увлекательные книги, фильмы, аниме, но все образы, конечно, преобразуются ее фантазией. В ее работах вы узнаете персонажей Толкина и Андерсона. Они, кстати, могли бы стать отличными иллюстрациями к легендарным произведениям. Мне очень нравились всяческие скандинавские сказки, еще какие-то там, где старички, боровички, леши, какие-то гоблины, просто вот этот вот, какой-то такой персонаж, который со мной из детства любимый, потому что они были самые таинственные. У нас в русские народные сказки, это в основном там лисички, зайчики, бабки-ежки, гномы, там эльфы и все остальное, это скорее-таки книжки, которые были более редкие. И все же на этой выставке интереснее рассматривать образы, которые от идеи до воплощения в красках принадлежат самой Виктории. Взять хотя бы персонажей и сюжеты мышины истории. У художницы вышли грызуны романтики. Раскрыв зонты, они обнимаются под проливным ливнем, любят устраивать пикники и не боятся дальней дороги, если она ведет на море. В этой серии работ сюжеты взяты из человеческой жизни, поэтому они вызывают улыбку. Наверное, из детства это все идет, какие-то там книжки любимые, фильмы, мультики. Иногда бывает, посмотрел какой-то интересный фильм, мультфильм, почитал книжку или там, я не знаю, вышел, а красивая какая-то погода сказочная навеяла и создалась какая-то работа. Как призналась Валерия Поваляева, больше всего она была бы рада, если после посещения экспозиции зрителям самим захочется взять карандаши и краски. Именно так рисует она сама, используя смешанную технику. Мир сказочных историй и забавных героев обосновится в Приобанке до конца февраля. Продолжение следует...